Соневского проспекта и по проспекту энергетиков от Большой Проховской улицы до Заневского. По погоде сейчас в Петербурге плюс 6, ветер юго-западный 2 минут в секунду. Сегодня будет облачно с выяснением и, возможно, небольшой дождь. В Петербурге четверть первого. Расрочка от застройщиков в нынешних экономических условиях не может стать альтернативой и ботенем. Исключением являются лишь резиденции по покупке ременного жилья. В Петербурге пересматривают ассортимент и стараются хранить маршруты. Оборот седьмого бизнеса регистрации недельности в Северной столице составляет до 400 миллионов рублей в год. В этих и других темах в ближайшее время на бизнесе в Петербурге. Компании Игорь Рассеев. В студии Александр Сафронов. Здравствуйте. Аукционы и тендеры. Комитет по промышленной политике Петербурга объявил тендер на работу по организации губернаторского приема в рамках военно-морского салона. Стоимость контракта составляет 5 миллионов 800 тысяч рублей. Предполагается, что на мероприятие будут приглашены около 300 человек. В программе запланированы театрализованные представления и выступления ансамбля, исполняющих классическую и джазовую музыку, отсчеты и планы. Октябрьский электровагонный ремонтный завод, входящий в русскую францию на Шолдинг, просит в войне пересмотреть условия контракта на поставку 11-ти составов метро. Продвесующее письмо предприятие адресовало вице-бубернатору Игоря Аубину. Отметим, что первый состав компании до 2-2 было поставить еще в 2014 году. Однако сроки сдвинулись на конец апреля. Также руководство завода добивается увеличения стоимости вагонов на 20% из-за роста ключевой ставки и ухудшения общей экономической ситуации. Международная компания «Юни Левер» модернизирует свою фабрику «Северное сияние» в Петербурге. Компания намерена реконструировать производственно-складское здание общей площади 27 тысяч квадратных метров, а также построит новую площадь 9,5 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в модернизацию составит 2,5 миллиарда рублей. Продолжение следует...